Всем большой привет! Меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите продолжение нашего челленджа Апокалипсис, и тут у нас выдаётся сразу же карточка шанса от Алисы, которая у нас сейчас в школе. Ещё один тест. Алиса почти заканчивает, когда замечает, что пропустила один из вариантов. А, ну, так, это всего лишь... Ну, давайте мы... Ай, не знаю, давайте признать ошибку. Давайте признаем ошибку, распродуктивности мало. Ну, вот и слава богу. И да, всем добро пожаловать, мы продолжаем с вами играть в Апокалипсис, продолжаем справляться с нашим детским садом собственным. Вот, начала я эту серию с какао, потому что, знаете, мне кажется, какао это просто такой островок спокойствия, уюта и вообще тишина, покой, размеренная жизнь. Всё замечательно, очень мне, конечно, она нравится. Всё-таки я очень рада, что у нас появилась коровка в доме, поэтому супер. Часто я на неё засматриваюсь, такая она хорошенькая, я не знаю, такая красивенькая, вот. И да, грязноватый, осталась корма половина. Что это такое выполнить 100 прихотей любых персонажей? А, ну, хорошо. Хорошо, допустим. Так, и да, я хотела сказать, что у нас, в принципе, всего хватает. У нас Джулия отправилась на работу, как вы можете заметить. Кстати, упорно работать я забыла нажать. Да, у нас осталась половина корма, но половина это не ноль, поэтому, в принципе, я так полагаю, что наша какао чувствует себя просто прекрасно. Она у нас большая, молодец. Да, почистим халев обязательно, чтобы она себя ещё лучше чувствовала. Поэтому она у нас действительно молодец, настоящая апокалиптичная корова, которая дотерпела, я думаю, дотерпит до конца рабочего дня нашей Джулии. И всё будет у нас отлично. Да, у нас снова появились пыльные кролики. Да, наш Рой и Рэндалл, в общем-то, требуют к себе внимания, но не слишком, в меру, я бы так сказала. Я думаю, мы поменяем пелёнки, и всё будет у них замечательно. Джулия перед уходом покормила их грудью. Я тоже думаю, что они дотерпят до прихода мамки домой, что всё будет у них замечательно. Так, и у нас Ракель стоит и не знает, что ей делать. Когда мы стоим и не знаем, что нам делать, мы можем изучать формы. Например, потребности у тебя прекрасные, поэтому почему бы и нет, всё этому благоволит. Так, отлично, мы снова получаем удобрение, благодаря нашей какао. Всё-таки, да, не знаю, сколько раз я это скажу, но я очень рада, что она у нас появилась в семье. Она мне прям нравится, вселяет в меня очень много радости и такого, знаете, умиления. Я не знаю, классно. Впервые у меня в игре в Симс 4, да и вообще, в принципе, впервые у меня в игре коровка. И это прям классно, мне очень нравится. Молочко она даёт, и это просто замечательно. Будем его потом передавать нашим детям. Из поколения в поколение будет у нас передаваться молоко нашей какао, да. Очень символично, мне кажется, что какао, молоко, как-то это такие, знаете, напитки взаимосвязанные, мне кажется. Так, и что это такое? Выбросить маршал, но сам решил заняться уборкой, что меня, конечно, очень радует. Ну, ты молодец, вот это молодец ты. И мы ждём нашу Джулию с работы, конечно же. В 4 часа придёт наша кормилица семейства и принесёт нам денежки. Мне, кстати, вот интересно, достигнем ли мы когда-нибудь прибавки к зарплате, потому что у нас почему-то никак нам не даёт повышения. Возможно, из-за того, что мы вот это не выполняем, надо будет попробовать, потому что я бы хотела, чтобы у нас были повышения, чтобы у нас были прибавки к зарплате. О, прибавка! Еее, ребята! Еее, ребята! Слушайте, у нас даже не было этой золотой галочки, но... Так, погодите, погодите. Давайте мы сбросимся или как? Нет, всё равно. Только что не было этой золотой галочки, зато сейчас она есть. Слушайте, странно. Ну, наконец-то, наконец-то у нас прибавка к зарплате. У нас 11 уровень карьеры культурист. И меня это просто безумно радует. Джулия, ты красотка. 3 300 она у нас приносит. Всё, живём, ребята, живём. Теперь у нас точно всё будет хорошо. Так, и может быть, нужна мамка тут всё-таки? Я не знаю. Давай, наверное, ты Рэндал оставишь в покое, а лучше ты пополнишь запасы у этого... Господи. У коровы нашей, у какао. Я на секунду забыла, как зовут корову. Я уже, наверное, просто подустала немного. Не обращайтесь на меня внимания. Так, Алиса, давай не возмещайся. Да, нам нужно, конечно же, оставить деньги. Первое, что мы купим, это пылесос. Конечно же. Обязательно купим пылесос. И будем уже по-нормальному убираться у нас в доме. Потому что даже детям уже не по себе здесь находиться. Вот. И, конечно же, эту ситуацию нужно как-то исправлять. Вот. Ну, кстати, было бы здорово, если бы... Я вот не знаю, дети... Мне надо перечитать правила еще разок по поводу того, мне кажется, что для детей все-таки, что им запрещено помогать взрослым как-то по дому. Хотя теперь дети это могут делать. Ну, знаете, как для династии, то это, слава богу, наконец-то разрабы добавили эту функцию. Потому что, действительно, этого очень не хватало. Ну, и я прям рада, если честно. Прям очень-то здорово. Но как для Апика, то я, конечно, не знаю, надо будет мне это перечитать как-то. Потому что я так не вспомню. Можно, это нельзя. Но подозреваю, что может быть нельзя. Нет, ну вы только посмотрите на это безобразие. Ребята, нам только что перевернули баг. Так, я не знаю, с каким обновлением или с каким контентом добавилось это действие. Я точно знаю, что раньше такого беспредела не было. Но сейчас нам снова перевернули мусорный баг. Я не знаю, за что, зачем и почему, но факт остается фактом. И у нас снова здесь вот это. Вот эта вот красота. И в отличие, например, от Sims 2, вот почему мне не очень понятно, зачем вообще это было добавлено, в Sims 2 мы могли спокойно поднять баг и выбросить мусор. В Sims 4 баг как был некликабельным, так и остался. И более того, после таких вот выходок симов левых, этот баг может вообще как бы потом перестать функционировать. Мы уже это с вами пережили несколько раз. И блинский, это уже наш третий баг. И каждый раз происходит вот эта вот ерунда. Просто я в шоке, ребята. Нам перевернули баг. Просто за что? Я просто не могу понять. Это какой-то ужас, если честно. И снова у нас вырастают эти мусоровыщи. Снова мы не сможем выбрасывать мусор. Просто прекрасно, я считаю. Просто прекрасно. Надо будет в следующий раз, в следующее воскресенье, обязательно нам поставить в доме мусорку тоже. Чтобы мы хотя бы туда могли как-то сбагривать все отходы. Потому что, ну, это ненормально. Ребят, вот скажите мне, у вас есть вот такой вот беспредел? Потому что я, если честно, я, если честно, в шоке. Сталкиваюсь с этим как бы впервые у себя в игре. Ранее вроде как ни у кого такого не наблюдал. Ну, ну, правда, раздражает. Как-то не очень приятно. Так, Джулия у нас там душ принимает. Все с этим в порядке. Маршал у нас убитый. Он у нас давил королей. Да, и, как мы видим, весьма успешно. Да, кроликов у нас больше нет нигде. Поэтому можно спокойно отправляться спать. Со спокойной душой, так скажем. А, не, не совсем со спокойной душой. Конечно же, перед этим нужно роя пеленки поменять. А вот потом уже можно отправляться спать. Да, давай, Маршал, еще чуть-чуть. Последний рывочек. Вот, помоги, помоги сыну. И все, отлично. Молодец. Так, друзья, у нас с вами наступил четверг. Уже 7 утра. Через час Алиса уходит в школу. И надо сказать, что эта ночка была довольно-таки тяжелая. К нам приходил разъяренный призрак какой-то женщины в пиджаке. И Алисе за ночь приснилось аж два кошмара. Вот нам тут пришло два уведомления. Вот, Алиса... Я вообще впервые вижу такие уведомления. Вот здесь нам написали. Алиса видела безрадостный сон, в котором она достигла всего, о чем мечтала в этой жизни. Как здорово, что это никогда не произойдет. Очень странное описание, если честно. А второй сон, это вообще, конечно. Алиса видела кошмарный сон, в котором она оказалась в западне в бассейне без лестницы. Абсурдная ситуация, если подумать. Почему Алиса, например, не могла выбраться на буртик? Ох, ужасно, конечно. Отсылка к одному из видов убийства симов, очевидно. Вот. Да, малышки наши ночью не спали, уснули только под утро, они прокачивались. Кстати, вот у Беатрис очень даже хорошо идут дела, посмотрите. У нее практически все тут по четверочке, ну вот общение почти четвертый уровень. А мышление и передвижение, в принципе, если постараться, она может добить до пятого уровня. В общем, ребят, я посмотрела на Беатрис, и мне почему-то так захотелось сделать ее идеальным малышом. Не знаю, получится у меня, конечно, это или нет. Тем более, что нам высветилось уведомление о том, что совсем скоро Беатрис и Ракель отмечают день рождения. Вот. То есть, по сути, нам на все про все осталось два дня. Я уж не знаю, смогу ли я такое провернуть. Но мне кажется, что это было бы неплохо. Так, и Алиса у нас тут возмущается полностью того, что у нас очень грязно. И все, все, хорош кушать, хорош, все, она у нас ест сейчас тухляк. Но за счет того, что мы не доели, то у нее мадлет хороший от этого появился. Это, конечно же, не может не радовать. Все, давай, дорогая моя, топай в школу, топай. Тут у нас маршал, как выспавшийся в этой семье, единственный взрослый, занимается сейчас нашей какао. Да, и добывает снова шесть бутылок молока. Просто прекрасно, мне кажется. Так, что-то набрать стакан воды и выпить. Я тебе дам выпить. Так, бак у нас по-прежнему валяется. То есть мусор мы никак выбросить не можем. Тут у нас просто какое-то одище, если честно, происходит. И, боже мой, как мне это все жутко не нравится, как мне это надоело. Вот обязательно, обязательно надо мне не забыть в воскресенье купить нам в дом. Прям, наверное, даже несколько мусорных баков, чтобы, наверное, на каждом этаже, знаете, даже лежали, вернее, стояли. Вот, по небольшому такому мусорному баку, чтобы нам было куда сбакривать весь этот ужас. Потому что, ну реально, посмотрите на это, господи, какой кошмар. И обязательно, конечно же, купить пылесос, потому что, ну это просто ужас. Это просто какой-то ужас, если честно. Прошу обратить внимание, наш лис не только снова к нам пришел, но еще и зашел прям домой. Ага. Интересно. И что ты собираешься здесь делать, а, Вейлу? Смотрит, смотрит, а у вас точно кур нету? У вас точно кур нету? Может быть, может быть, все-таки есть? Так, отлично, ты давай иди кушай, и ты тоже уже спускайся. Вот, бери свою порцию. Да, лисица, давай, пожалуйста, ты как-нибудь отсюда, в общем-то, покинешь это здание. У меня Джулия почему-то стоит тупитой и не подходит к какао. Я не знаю, почему. Может быть, ты все-таки к корове-то подойдешь, Джулия? Ты вообще можешь как бы двигаться? Вот у меня один только вопрос к тебе. Или ты все? Нет, ребята. Походу она все, походу она зависла. И вообще, походу, все плохо. Маршал-то, может, как-то ее достать? Я не знаю, говорить про жару, например. Ну, как-то, я не знаю, что-то сделать. Потому что у Джулии у меня все... У Джулии все плохо. Ну, я не знаю, в таких случаях, наверное, можно ресетить. Потому что, ну, видите, персонаж вообще просто вот она стоит на месте и как бы все на этом. Господи. Знатно, конечно, игру у меня глючит. Это правда. Так, у нас Алиса пришла со школы. Это хорошо. Давайте отправим ребенка помыться. Потому что ребенок очень сильно устал. Ребенок очень сильно устал. Ребенок очень грязный. Так, и Джулия. Мне вот интересно. Не, ну, походу, это все. Походу, она застряла. Притом, вот, чтобы вы понимали, ей же вообще ничего не мешает. Абсолютно. Вот просто какое ей действие не дай. Ну-ка, может быть, ты хоть на это когда-то реагируешь. О, слава тебе, Господи. А теперь давай, пожалуйста, подойдем к корове. Можно тебя об этом попросить? Так, у Беатрисы у нас четвертый уровень общения набрался. Это, конечно, замечательно. Так, а ты где? А почему ты здесь? Можно тебя спросить? Почему ты здесь? Давай быстро, давай быстро за едой. Я даже... Так, Беатрис у нас поела. Отлично. Я даже вот так вот сделаю. Через режим строительства переставлю тарелку. Потому что я переживаю, что ребенок не поест. Вот. Вот так вот можно делать. Так, пожалуйста, мать. Давай ты не будешь трогать ребенка. Потому что ему надо поесть. Вот. Ты лучше уходи. Уходи отсюда. Давай ты подойдешь к корове. Как я тебе просила изначально. Обонять какао. Я тебя просто умоляю. Можно тебя об этом попросить, а? Пожалуйста. Бога ради. Она у меня, кстати, сейчас постоянно вот эту вот одежку надевает. Вот этот вариант. Я, если честно, даже и не помнила, что он у нее есть. Вот такой вот. Может быть, это для жаркой погоды. Да, наверняка для жаркой погоды. Вот. Я так привыкла к ее этому комбинезону с шляпкой, что как бы, что уже непривычно видеть ее в чем-то другом. Опа! Что такое? Какао не хочет обниматься? Что случилось? А что случилось с какао? Я не понимаю. Почему какао у нас не хочет обниматься? Интересно. Слушайте. Джулия. Джулия, ты из чего тут жалуешься? Ну да, грязно. Я понимаю, конечно. Но так а кто забыл пылесос купить? Я виновата, что ли, что вы забыли? Ой, ну ладно, ну перестань еще ты мне тут поумничай. Слушайте, обалдеть. А что такое? Отвержение порнокопытным. Попытка обнять корову. Джулия просто хотела обнять корову. Разве она заслужила такое пренебрежительное отношение? Обалдеть. А что такое? Действительно, у нее же хорошее настроение. Как бы все нормально. Не понимаю, может быть, если погладить. Погладить ты себе дашь или нет? Какао. Что с тобой случилось? Что вы мне тут психуете тут все? Не понимаю. Так, ребенок. Ты объясни мне, пожалуйста, что происходит? Господи, что происходит? Ты это спустила сюда, чтобы поесть, да? Там же, на том этаже поесть было просто нереально, я так понимаю. Ну, конечно. Так, я так полагаю, что попытка погладить удалась. И что это такое? Почистить хлев. А, ну, правильно, правильно. Может быть, из-за этого какао разозлилось, что у нее хлев был. И в нечистом состоянии. Ну, сейчас тогда мы эту ситуацию исправим, конечно. Слушайте, это прикол. Это прикол, конечно, что корова у нас вот так вот отвергла наша Джулия. Надо, кстати, умыть, наверное, наших детей. А то они выглядят, они, конечно, совсем прискорбно как-то, если честно. Ну, у нас только что высветилось уведомление, которое лично меня заставило погрузиться в такую грусть небольшую. Совсем скоро Маршал будет отмечать день рождения. Я просто понимаю, что это как бы последний день рождения, который он будет отмечать, потому что он станет у нас стареньким. И, да, это случится уже через два дня. Просто обалдеть, как быстро пролетело время. Не знаю, как для вас. Лично для меня оно пронеслось просто, ну, мгновенно, не знаю. Смотрю на него, и мне до сих пор кажется, что он у нас еще совсем молодой персонаж. Так, и Рой, и Рэндалл у нас отмечают день рождения. Это значит, что они у нас следующей ночью станут доддлерами, да, я так полагаю. Ну, в общем-то, будем смотреть. Да, у нас одни именинники, короче, сейчас будут получаться, потому что наши девчонки Ракеля и Беатрис повзрослеют в школьниц, а Рой и Рэндалл у нас повзрослеют в тоддлерах, а Маршалл станет вообще стареньким, да. Так, укажите... О, обалдеть! Ребята, у нас Брук, это сестра нашего Маршала, она вышла замуж за Гэнди Танака. Гэнди Танака — это, между прочим, тот мужчина, который сказал, что у нас дом не соответствует каким-то там нормам, и мы могли ему дать взятку, но у нас не было денег. Обалдеть! Вы можете себе представить, она за него вышла замуж. Так, ну, я думаю, что она останется своей фамилией, конечно. Обалдеть! Обалдеть! Слушайте, это, конечно, для меня большая неожиданность, что Брука вышла замуж именно за Гэнди. Но, ладно, так уж и быть. Так уж и быть, как бы, да. Главное, что она, в принципе, вышла замуж. Меня это очень радует, потому что я за это переживала, если честно, что она у нас останется одна. Вот, но нет, слава богу, она вышла замуж, и это меня не может не радовать. Итак, ребята, рассказываю, что у нас происходит. У нас пятница 23 часа 14 минут. У нас, на самом-то деле, все довольно-таки плохо. Я думаю, вы видите сами, что происходит. Обстановка у нас просто ужасная, просто отвратительная. О, кстати, бак уже встал на место. Я только что это заметила. Кстати, надо будет попробовать, значит, сейчас убраться. Не знаю, сработает это или нет. В общем, у нас было очень много напряженных моментов в сегодняшнем дне, потому что Джулия пошла на работу у нас. И буквально вот все время, пока она была на работе, то есть с 12 до 4, да, нет, даже с 10 до 4, у нас все это время орали Рой и Рэндалл. Они хотели есть, и я очень сильно переживала за то, что у нас заберут наших детей. Вы просто представить себе не можете, как я волновалась. Тут у нас развелись короли, у которых уровень счастья низкий. Я так полагаю, что топтать таких королей опасно, поэтому я их уже тут по пятому-десятому кругу корумлю пылью, для того, чтобы уровень счастья стал нейтральный, для того, чтобы мы их могли топтать. Маршал тут бедный уже третий раз стирает одно и то же белье, все никак не может его отстирать. И почему я решила включиться, ребята? Потому что правильно у нас происходит взросление, и как вы можете заметить, это брюнеты. Нет, ребята, у нас из пятерых детей нет ни одного блондина. Ни одного блондина, и, о боже мой, наши двойняшки вот таким вот прекраснейшим образом подрастают. Я просто в шоке. И сейчас мы, конечно же, на них посмотрим поближе, но сперва мы сгенерируем для них черты характера. Если честно, я совсем не ожидала, что они вот прямо сейчас у меня и подрастут. Дело в том, что у меня буквально вот сегодня ночью должны подрасти еще и девчонки, наши Беатрис и Ракель. И я с замиранием сердца жду этого момента. Сейчас объясню еще почему. Ну что же, давайте сгенерируем черту характера для Роя. И какой у нас будет? О, очаровашка! У нас это, кстати, среди всех наших малых, по-моему, вообще самая первая очаровашка. Слушайте, прикольно, интересно. Я, конечно, немного расстроилась, что, получается, все у нас абсолютно темные. Но сейчас еще посмотрим, как они там по лицу получились, да? Может быть, авось кто-нибудь там от мамки взял что-нибудь. Но по цвету волос у нас все, короче, пошли в папку. Вот представьте, вообще, вот пятеро детей и ни одного блондина. Офигеть! Так, и что ж, у нас взрослеет также и Рэндалл. И Рэндалл у нас будет тоже... Обалдеть, ребята! Слушайте, как прикольно получается. Они как будто, вот знаете, вот не то, что даже по внешности, да? Двойняшки или, возможно, даже близнецы. Сейчас посмотрим. Они еще оба очаровашки. Они обалдеть, обалдеть, одинаковые черты характера. Слушайте, как интересно. И вот они, вот они наши малые. И да ладно, да ладно, погодите, погодите. Быть того не может. Я не верю своим глазам. Ребята, это же, это же Джулиен нос. Посмотрите на этот нос. Он не прямой, он такой вот, как бы, ну, вниз опущено. Вот это вот кончик носа, как такой горбатенький, да? И глаза, цвет глаз мамкин. Разрез глаз тоже мамкин. Офигеть! Офигеть, ребята! И это у нас Рэндалл. Рэндалл у нас, получается, тоже он пошел. Ребята, у нас пацаны в маму пошли. Ну, конечно, цвета волос нет. Но во всем остальном, походу, они пошли в мамку. Обалдеть! Слушайте, это так классно. Я так рада, ребята, боже мой. Ну, в таком случае, скорее всего, за право наследования будут бороться у нас пацаны. Либо Рэндалл, потому что они по лицу взяли... Судя по ходу, они вообще все взяли от мамки. Я не знаю, но вот глаза, это похоже на мамкины. Это 100% мамкины глаза. Нос. У всех наших детей нет такие носы. Абсолютно не такие. А вот это, мне кажется, это просто копия Джулии, когда она была тоддлером. Обалдеть! Слушайте, супер! Я просто счастлива. Я реально, я просто в восторге. Как же это круто! Кстати, наша Беатрис, наша маленькая Беатрис, вот сейчас она сама уже идет изучать формы. Дело в том, что у нее суперответственная миссия. До момента своего взросления, до момента того, как они с Ракель повзрослеют, она должна будет осуществить одну очень-очень важную миссию, а именно стать идеальным малышом. Чтобы вы понимали, ей осталось вообще ничего. Ей осталось 7% навыка мышления для того, чтобы стать идеальным малышом. И, боже мой, ребят, я так хочу, чтобы она это сделала, поэтому я просто вот... Я просто сейчас буду за нее болеть, и я надеюсь, что вы тоже будете болеть за нашу Беатрис. Мне кажется, что это будет очень классно. И, наверное, в таком случае она у нас точно будет закрывать какую-нибудь длинную взрослую карьеру. Это очень круто, что у нас дети все-таки получились разными. Девчонки у нас пошли больше в папку, а пацаны, вот как ни странно, да, они пошли в маму. Обалдеть, обалдеть! Так, и Рэндал, да? Рэндал у нас с авокадо на пузе. Хорошо, чувствуют они себя прекрасно. Это просто замечательно, Рэндал. Давай, наверное, ты у меня с мамкой полипечешь, да? Почему бы и нет? Поприветствуешь мамку. Вот. И, наверное, ей прижать к сердцу, вот, чтобы была такая вот милота. Ой, прически такие интересные выдались. Никогда таких раньше не видела. Ну, у меня и Тоддлеров уже сто лет не было, на самом-то деле. А Рэндал у нас, знаете, вот Рэндал, он действительно как такая очаровашка. А Рой, вот как-то я на него смотрю, и он такой, типа, знаете, деловой парень. Такой прямо весь из себя. Не знаю, будем смотреть, какими они будут у нас подрастать. Ну, вот он прям такой, знаете, вот видится мне таким очень-очень обаятельным, и он знает, что он обаятелен, и он знает, что он крут. Вот. Но это пока что. Боже мой, они буквально пару секунд подросли, а я уже пытаюсь им сформировать характер. Да. Ну, ничего, бывает. И мы все-таки сделали это, ребята. Достигнуть пятый уровень навыка мышления. Все, ребят, Беатрис у нас официально, так, я говорю официально, давайте, покажите мне, покажите мне это. Yes, Беатрис у нас официально идеальный малыш. Все-таки мне удалось осуществить свое большое желание. Мне удалось прокачать Тоддлера в Апике до идеального малыша. Да, значит, это все-таки возможно. И я безумно счастлива. Слушайте, просто какой-то кайф нереально происходит под конец серии, мне кажется. Осталось только дождаться, когда девчонки повсрослеют, и все, и будет вообще красота. Пока наша Джулия приводит дом в порядок, вернее, пытается это сделать, я очень надеюсь, что сейчас у нас это получится, потому что, ну, тут, правда, полный кошмар, хаос творится, то на втором этаже происходит знаменательное событие, которого я очень ждала, а именно взросление наших девчонок. Наконец-то, ребята, взрослеют наши Тоддлеры, и у нас останется только два Тоддлера в доме. Это Рой и Рэндалл, которые вот буквально в этой серии повзрослели. Буквально вот только-только. И да, вот прям насыщенная очень серия вышла на дни рождения, я считаю. И давайте же посмотрим, как это все будет происходить. Да, о, кстати, у нас еще инвестиции. Отлично, процентный доход мы получили. Да. И да, ура-ура, мы растем-растем, и Ракель у нас первая взрослеет. Отлично. И она у нас получила... Так, она у нас... Так, счастливый малыш. Да, счастливого малыша она у нас получает. Везде у нее по двоечке, кстати. И давайте, давайте мы сгенерируем черту характера для нашей Ракель. И она у нас будет... Обжор. Обалдеть, обжор. Мне, кстати, интересно очень посмотреть, какие подросли девчонки. Такие или же они полные, как у нас подросла Алиса. Вот, сейчас будем с вами, конечно же, смотреть. Но сейчас, перед тем, как мы посмотрим на их внешность и будем опять-таки сравнивать Ракель и Беатрис, то я сгенерирую в генераторе мечту детства. И Ракель у нас будет стремиться к уму. Нам выпала Вундеркинд. Хорошо. Так, отлично. И вот она, наша Ракель. И да, да, ребята, она, судя по всему, тоже такая же полненькая. И вот взрослеет наша Беатрис. И Беатрис получает у нас идеального малыша. Да, я очень рада, что мы все-таки с вами это сделали, что Беатрис успела буквально вот в последний день, там за пару часов до дня рождения она добила этот навык мышления. Просто потрясающе. И черта характера будет. У Беатрис какая? Ага, искусствовец. Ничего себе, интересно. Так, и мечта детства я генерирую, и у нас непослушный проказник. Слушайте, прикольно, что у нас пока что у троих девчонок у всех разные абсолютно черты характера и даже жизненные цели детские, да? То есть Алиса у нас творческое дарование, Ракель вот у нас получается Вундеркинд, а Беатрис непослушная проказница. Ну, супер! Все. И да, вот такие вот у нас девчонки. Давайте-ка на них посмотрим. Слушайте, Беатрис такая прям... Ого! Ого! Смотрите, какая Беатрис интересна. Вообще и Ракель. Вот мне кажется, что они все-таки... Ну-ка, посмотрите на меня. Посмотрите на меня. Ну, мы, конечно, можем зайти в КАС посмотреть, но я думаю, ребята, что они все-таки близнецы. Я думаю, что они все-таки близнецы. Боже мой, я чего-то такая... А, все понятно. Все понятно. Это еще мод лет стодлерства остался, поэтому она у нас такая сердитая. Но мне очень нравится, какие у нас выросли девчонки. Только я не очень, правда, понимаю, почему они такие смуглые. То есть этот цвет кожи точно не от Джулии и не от Маршала. Они какие-то вот загорелые получаются. И это очень интересно, на самом деле, потому что Алиса у нас чисто бледная такая. Да, и да, кстати, у нас настала суббота. Вот уже совсем скоро воскресенье. И мы сможем снова кое-что прикупить в наш домик. Это будут окна. Да, я хочу пару окон поставить на втором и третьем этажах. И это, конечно же, будут мусорные ведра. Мусорные ведра я поставлю на каждом этаже. Возможно, даже в каждой спальне, потому что это просто невозможно. Да, и, возможно, я куплю еще один мусорный бак. Не знаю, посмотрим, как будет этот себя вести. Слушайте, мне очень нравятся девчонки. Реально интересные. Несмотря на то, что они вот как бы еще малышки, да, маленькие, но они реально интересные на внешность. И да, я все-таки подозреваю, что они у нас близняшки. И, соответственно, что Рой и Рэндалл у нас тоже будут близнецами. В общем, ребята, судя по всему, у нас будет в моем сохранении так уж вышло, что у нас, судя по всему, будет апокалипсис, в котором будут заправлять близнецы. Потому что у нас черта участка на Лейлине. И мне писали, что это практически в 100% случаях. Будет генерирование двойни. Вот. И судя по тому, что я сейчас вижу, да, судя по тому, как похожи наши дети между собой, я так полагаю, что у нас реально будет династия близнецов. Какая-то апокалиптическая династия близнецов. Звучит интересно. Я надеюсь, что вам будет интересно на это смотреть. И да, я думаю, что я буду на этом заканчивать. Хотя нет, я не буду на этом заканчивать. Я еще зайду в кассу. Мы посмотрим там наших детей. Вот. Посмотрим на них поближе, конечно же. Поэтому, да, я еще пока что с вами не прощаюсь. Итак, ребята, мы с вами в кассе. И да, у нас действительно пухленькие девчонки получились, как вы можете заметить. Давайте, может, до купальника их разденем. Ну да, ой-ой-ой, они такие все-все трое у меня пузатенькие. Слушайте, я так подозреваю, знаете, мне кажется, что это во всем виновата блюда, которое наши дети поедали бесконечно, а именно вот эта вот рыба в конверте. То есть у симов после того, как они это покушают, мудлет, там, по-моему, королевский пир, что-то такое. И я вот смотрю, вот уже вот все мои девчонки, они все выросли такими пухляшками прямо. То есть, ну, я так полагаю, что пацаны у нас тоже повторят этот путь. И да, прошу обратить внимание, у нас, кстати, это что, заостренные ушки? Если вы помните, кстати, то у нашей Джулии тоже были точно такие же заостренные ушки. Я еще думала, что ей они передались от Варги, от алхимика, да, нашего. Но потом она выросла, и эта острота как бы у нее пропала. И здесь то же самое, то есть, ну, это просто, это просто Джулия. Это Джулия на лицо, это Ллойдовская порода, это ее разрез глаз, это нос точно Ллойдовский, это не маршаловский нос, нос наш, и губы, это Джулькины губы, я думаю, что это они, да. Вот такой вот у нас Рой, ну, посмотрите, какой деловой парень, мне кажется, вообще обалдеть. Обалдеть. И вот у нас Рэндалл, да, хотя, может быть, они чем-то и отличаются, знаете, я вот так смотрю. Но, опять-таки, у нас ситуация та же самая. Разрез глаз, цвет глаз, это от Джулии, такой же, как у Роя. Нос наш, и губы, ну, губы точно такие же, как у Роя, я так полагаю, да. Ну, в общем, я их потом, наверное, тоже пофоткаю, и вам, как это я делала с девчонками, приложу скрины, но пока что я вижу двух суперпрохожих друг на друга братьев, но в остальном сказать сложно. Вот Рэндалл, он как-то немножко от Роя отличается, если честно, хотя, может быть, дело в прическах, не знаю. Ну, и да, они у нас прям такие тоже пухляши какие-то, слушайте, я не знаю, в чем проблема, но прям очень-очень такие пухленькие детки у нас получаются. Так, ну и давайте мы посмотрим на Алису, кстати, вблизи, мы не смотрели. Вот она наша Алиса, это вылитый маршал, просто посмотрите на это, вот этот носик. Эти скулы очень острые, очень прям четко выраженные скулы. Этот разрез глаз, вот даже цвет глаз, разрез глаз, мне кажется, даже, знаете, взгляд вот этот вот маршаловский реально. Губы, возможно, кстати, тоже маршаловские, кстати. Как-то на Джулины губы не похожи. Ну-ка, маршал, иди сюда, покажи мне свои губы. Да, слушайте, это его губы тоже. То есть Алиса у нас просто реально, судя по всему, судя по тому, что я вижу, Алиса это Ctrl-C, Ctrl-V с отца. Вот просто все. Вот просто все от него взяла, реально. И, наконец-таки, давайте посмотрим на Ракели Беатрис. Тоже наши две пухляшки такие. Да, ну уже в подростковом возрасте, конечно, будем этим заниматься. Слушайте, какая у них внешность характерная. Обалдеть. Посмотрите, какие девчонки интересные. Я уже, знаете, я в такие моменты прям не могу начинаю с забиранием сердца ожидать подросткового возраста, потому что, ну так интересно, какие они по итогу будут. Ну что мы видим? Огромные фиолетовые глаза. Да, ну цвет глаз от мамы, разрез глаз, не знаю, возможно, тоже от мамы. Но с Папкин губы мамины сразу видно. Они такие они, как у Алисы, это губы мамины. И брови такие прям, знаете, Ракель у нас такая, ух, девчонка. Такая прям, ух. Беатрис в этом плане немного, наверное, поспокойнее за счет бровей. Такая, ну хотя тоже, знаете, с характером. Вот у них лица такие прям очень-очень характерные. Ну и да, вот судя по тому, что я вижу, ребята, они какие-то, ну они одинаковые реально. Вот просто посмотрите на иконки персонажей. Ракель, Беатрис и Рой Рэндалл, мне кажется, что они вообще просто вот реально одинаковые. Я подозреваю, что они близнецы. Ну Ракель и Беатрис так точно. Рой и Рэндалл, возможно, чем-то там отличаются, и то не факт. Посмотрим уже попозже. Слушайте, очень интересно. Прям. Я теперь буду очень сильно ждать их подросткового возраста. Ну и, кстати, не так плохо их игра нарядила. Вот Ракель вообще очень по-апокалиптичному одета. Беатрис такая, знаете, девочка-припевочка. Напоминаю, она у нас получила черту характера идеальный малыш. Молодец, горжусь. Ну что ж, ребята, вот такие вот у нас дела. Вот такая вот у нас была серия. Да, много чего в ней произошло, и я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Кстати, я заметила, что ведь у девчонок тоже были красные глаза в тот длительстве, да? Ну, насколько я... Если я не ошибаюсь, по-моему, у них были красные глаза. А вот когда они подросли, то они стали фиолетовые. Либо я уже что-то путаю, не знаю. Хотя у Джулии, у нее же не фиолетовые глаза. У нее они именно красные. Фиолетовые были у Варги. То есть я так подозреваю, что этот цвет, вот необычные вот эти цвета, фиолетовые и красные, что они как-то вот так вот могут скакать. И даже при переходе в разные возрастные категории, вообще он наследуется так немножко по-странному. Получается, что девчонки у нас вообще взяли бабушкин цвет глаз, да? То есть от Варги у нее были именно фиолетовые глаза у Джулии и красные. Ну, прикольно. Будем считать, что генетика от бабушки им передалась. Как бы, почему бы и нет, это прикольно. И да, все, ребята, буду я на этом заканчивать. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо за то время, которое вы мне уделили. Мы увидимся с вами совсем скоро и будем продолжать наши приключения в апокалипсисе. Но пока что всем всего хорошего и пока-пока.